Максим Галкин и Алла Пугачёва Шестилетние Лиза и Гарри растут смышлёными и озорными Они постоянно придумывают новые игры Также учатся онлайн во время карантина Примадонна часто участвует в их импровизированных вечеринках и домашних спектаклях Я вам говорила, что она такая грубая Я говорю, это только начало Сразу И вы знаете, действительно, честно говоря, люди, некоторые, даже не заслуживают того, чтобы быть с ними хорошими Алла Пугачёва в этом году отметила 71-й день рождения дома в узком семейном кругу Для неё это стало возможностью блеснуть в шифоновом платье А 9 мая певица маршировала по замку с детьми, облачённое в белоснежное платье с широким поясом Многие поклонники считают, что выглядит артистка гораздо моложе своего возраста, а стильные наряды её только красят В понедельник, 1 июня, Галкин решил снять ролик, чтобы поздравить всех с днём защиты детей Для этого артист отправился на лужайку возле замка Он облачился в бомбер и спортивные штаны Свои отросшие волосы юморист пока не состриг, а вот Алла Борисовна тоже решила погулять Она предстала в джинсах скинни, глянцевом плаще свободного кроя и чёрном берете с козырьком Завершили её лук, сапоги без каблука и солнцезащитные очки Шестилетний Гарри тоже предпочёл спортивный стиль Ветровку и чёрные спортивные брюки А вот его сестра в очередной раз предстала в ярком образе Она выбрала джинсы, как мама А также облачилась в серебристую куртку и розовые сапожки с мехом Волосы кроха заплела в две косы А кто вас от взрослых-то будет защищать? Взрослые Взрослые Как вас защищать, интересно? Папа, предоставь нас самим себе! Гарри, можно мне сказать, что выстрелите? От кого защитить вас, спросила Примадонна Двойняшек От взрослых, заявил Гарри А кто вас от взрослых будет защищать, поинтересовался Максим Взрослые, ответили дети Потом малыши попросили предоставить их самим себе И убежали играть Трогательная сценка привела поклонников в восторг Они стали поздравлять и звёздную семью Хороший план, папочка Ты понял? Нет Многие вновь изумились наряду Пугачёвой Красивая семья Такой спортивный, стильный Макс на блогера похож Алла на стиле Алла Борисовна красавица Какие вы крутые Алла отлично выглядит Не узнала вас сразу Алла Борисовна, вы огонь Прокомментировали пост подписчики Ах, они говорят Неужели вот эта вот взбалмошная дурная баба Может такую умную песню Хитрость Это я только вам рассказываю В одном из интервью Эмин Агайларов опроверг слухи о том, что он якобы бросил Лейлу Алиеву ради новых отношений Азербайджанский исполнитель дал понять, что все это выдумки журналистов На самом деле артист расстался с первой женой еще до того, как у него возникли какие-то отношения с Аленой Гавриловой Примечательно, что музыкант до сих пор поддерживает дружеские отношения с бывшей избранницей И это неудивительно Ведь Лейла подарила ему сыновей двойняшек Али и Микаила Сейчас мальчишки живут вместе с мамой Эмин старается как можно чаще наведываться к ним в гости Делая все для того, чтобы дети чувствовали и его поддержку, и любовь Для многих поклонников Агаларова стало полной неожиданностью сообщение о том, что он разошелся из Гавриловой А ранее модель подтвердила эти слухи, добавив, что они с Эмином больше не пара После чего девушка закрыла свою страничку в Инстаграм, ограничив доступ к своему личному профилю Музыкант намерен принимать такое же активное участие в воспитании дочери Певец поделился свежим снимком с полутора годовалой Афиной Малышка позировала в трендовых джинсах, скинни по росту и актуальной лимонной блузе с рукавами-буфами Крохе нравится проводить время с отцом Всем привет, дорогие друзья! Очень много вопросов поступает касательно фестиваля «Жара» в Баку Мы к нему активно готовимся, и я надеюсь, что сможем его провести Гаврилова, в свою очередь, не препятствует мужу видеться с ребенком Эмин подметил, что он благодарен Алене за каждый прожитый вместе день и общего ребенка По словам музыканта, не все у них с супругой получилось так, как они планировали Однако он безмерно уважает Алену и считает ее замечательной мамой Наследница именитой фамилии Надежда Михалкова своих детей, дочку Нину и сына Ивана родила в один день, 21 мая, но с разницей в два года Весной внучке режиссера Никиты Михалкова исполнилось 9 лет, а внуку 7 Бывший зять кинодеятеля Резо Гигенеишвили часто видится с отпрысками и даже берет их на съемки Так Нина любит проводить время в костюмерном павильоне, а Иван всюду ходит за операторами Экс-супруг Надежды Михалковой подметил, что ему нравится наблюдать за тем, как его дети налаживают общение со взрослыми Изучают окружающий мир и познают кухню как актерской, так и режиссерской профессии изнутри В одном из интервью бывшая возлюбленная Гигенеишвили разоткровенничалась о личном Так Надежда Михалкова вспомнила, как развивался ее роман с будущим мужем Резо сам проявил инициативу и настоял на серьезном разговоре с отцом девушки В отношении дочери Никиты Сергеевича у Гигенеишвили были самые серьезные намерения А вот старшая сестра Нади, Анна Михалкова, была не готова к ее замужеству Артистка уточнила, что Надежда всегда была рядом с ней И как-то незаметно для всех из ребенка превратилась во взрослую девушку Садись сзади, где розовые очки, твоя планета, где ты, после свадебная Своего первенца младшая дочь Никиты Михалкова родила в 25 лет А спустя два года у Надежды и Резо родился долгожданный сын Ни для кого не секрет, что Гигенеишвили также поддерживает связь с дочерью Марией от первой жены На личной страничке в инстаграм Надежда поделилась редким снимком Запечатлев Нину и Ивана на общем фото Вместе с наследниками свои карантинные каникулы актриса проводит за городом Вот я всегда думаю, что они запомнят и унесут с собой как воспоминания о детстве во взрослую жизнь Отметила Михалкова, поделившись снимком, который был сделан во время прогулки Субтитры создавал DimaTorzok